Здравствуйте! Сегодня март месяц, весна пришла, зацветают красавицы, которые не цвели первый раз, которые уже цветут повторный раз, но все время удивляют красотой своей. Ну и начну, как обычно, справа налево. Здесь цветет Людеманиана, она открылась буквально сегодня, поэтому еще всю красоту цветка не набрала. Но Людеманиана церрулея, наверное, одна из самых красивых Людеманиан, на мой взгляд, потому что со временем, когда расцветает, где-то на 4-5 день, у нее появляется венозность на рисунке и такой вот очень нежный, красивый цвет. Самое интересное, растение компактное можно видеть. На заднем плане доцветает котлея ладигезер, тогда было у нее 5 бутонов, уже остался один. Здесь, ну, наверное, моя гордость, этот гибрид, это гибрид Гейлормонт, Гейлормонт от Вихмана, куплен очень давно, давно ее уже нету. Растение уже рассказывалось, что вредное на цветение, даже не сколько на цветение, сколько в самом росте, она любит подгнивать. Но все крупноцветковые гибриды, которые имеют цветы больше 20 сантиметров, а у нее цветок 23 сантиметра. Вот два бутона. Растение не крупное, относительно невысокое, но цветок огромный. Я попробую поставить руку. Вот это только губа, в мою руку вмещается, цветок не вмещается. Красавица пахнет, пахнет приятно, не так, как все гибриды. Бывают гибриды пахнут очень сильно, она так приятненько. И второй цветок, вот тоже такой вот громадный. Вот, поэтому такие вот гибриды, которые имеют крупные цветки, их надо поливать с осторожностью. Скоро распустятся шамбурки ледоманиана. Вот такая вот дама крупная, там такие буквы интересные. Попробую заснять и поставить руку вот таким вот. У нее изначально низ вот такой вот тоненький, а вверх идет толстая, растет. И ледоманиана достаточно высокая. Цветет у меня морковка. В прошлом году рассказывала, что приобрела много морковок себе в коллекцию. Вот такая вот красота. Вот они на фоне всего тоже очень такие растения инопланетяшки. Вот, пирочку я подписывала. Это с Таиланда поставщик. Вот, в прошлом году купила, а в этом уже все цветет. Вот еще там несколько на подходе будут цвести. Цветочек крупный, цветочек красивый, хорошая ветка набитая. Ну, чем старше будет, тем ветка будет больше, но очень красивая. Цветет фаленопсис леопард, пилорик. Пилорик, нет, не пилорик, бабочка. Ну, вот, на фалике я не очень люблю, но такие вот именно вот этот сорт просто бомбически красивый. Вот, четкие и все цветочки ровненькие. Ну, красавец. Мне прям очень понравился. Так, ну, вот этот свел, один цветонос Пафиния Крестата, будут цвести новые. Цветет котлея зефир, это уже второй медцветонос. Ну, она попадала уже много раз на видео. Красавица, ровненькая, цветочек, наверное, сантиметров 15. Так, вот, цветут вот такие вот симпатичные близняшки. Это вот растение с передержки у меня зацвели. Тоже купленный вот такой вот сорт. Ну, красивые же, просто четенькие, ровненькие. Ну, вот прям ровненько цветоносик выпустили, цветочки распустили. Подвязывать ничего не нужно. Представьте, когда куст будет. Вообще потрясающий сорт. Многие не обращали на него внимания из-за, может быть, некрупных цветков. Ну, смотрите, букет приобретается. На заднем плане не цвела у меня, наверное, года два. Сейчас расскажу, в чем секрет ее. В общем, это котлея конхамиана. Конхамиана – это гибрид моси на порпурату. У многих гибрид именно церрулейный, а это типовой. Очень у меня давно, это с флоралией, когда-то у нее был. Ну, в общем, растение крупное, на уровне порпураты. Почему она у меня так плохо цвела? В общем, разобралась, она и дает тройной чехол у растения. Три чехла. Первый, второй и третий. И своими силами она просто не могла его разорвать, потому что плотность чехла такая, как у листа. И если не подрезать вовремя, бутоны могут либо запреть, ну, либо сил не хватать выйти оттуда. Ну, вот именно почему-то у этой. Может, не у всех конхамян, может, у моей так получилось. В общем, растение, цветочек, правда, тоже 23 сантиметра, тоже такая. Но так как у нее ушки такие некруглые, она смотрится, например, мельче, чем Гайлармонт. Уже доцветает Мосси. Нет, это не Мосси, это магия Рафаэля на Мосси, правильно? Да, Мосси на магии Рафаэля семиальбовой формы. Красавица. Ну, уже все, уже, конечно. Было у нее шесть цветов. Все цветет и пахнет у нас Ринхостирис. Я не знаю, как он уже. Третий месяц будет цвести керри на Шалериану. Вот такое вот растение. Кстати, продается вот такой вот бутончик. Думаю, будут темные. Почему? Потому что листочки темные, значит, это растение будет, сам цветок темный. И в этом году я себе приобрела, вернее, оставила вот такое вот растение Панкин. Фестиваль. Чем понравился? Цветом. Цвет такой, он не красный, он такой кораллово-красный. Вот такое вот. Ну, цветение, естественно, это первое. Здесь-то она только корни запустила. Поэтому вся красота еще будет впереди. Следующее цветение. Но цвет, цвет, конечно, красивый. Так, ну и будет тут цвести морковку. Я поставила эта морковка Виты, тоже купленная. Вот такой вот бутончик. Это, кстати, сорт такой же, как и вот этот сорт. Ну и мой любимый Дендрофаленопсис. Пинг Лейди на Кинг Драгон. Ну, сама высота растения я уже посадила в такой большой горшок с автополивом. Поливать буду редко. Но так как растение крупное, оно у меня просто падало в меньшем горшке. Ну и, в общем, весна наступает. Будет свисти еще. Много-много всякого интересного. И всем хорошего настроения с весной. Пока-пока.